National Interest узнала смертоносной российской пули для лучших танков в США. Российские инженеры сумели сконструировать бронебойный оперенный снаряд с отделяющимся поддоном, который представляет угрозу для западных танков. Об этом говорится в статье авторитетного американского издания. The National Interest под названием «У России есть пуля, которая может убить лучший танк Америки». По информации журнала, три пушки 2А82 калибра 125 были изготовлены еще в 2003 году и прошли огневые испытания. Из них произвели более 1,2 тысячи выстрелов. Это орудие увеличивало давление на вылетавшие из ствола снаряды, что в результате приводило к повышению начальной скорости снаряда, его пробивной способности и точности. От 30 до 57, какой будет машина поддержки танков на базе «Арматы». Уралвеганзавод разрабатывает новую версию БМПТ «Терминатор». 2А82 может вести стрельбу новыми БОПС-3 БМ-69 «Вакуум-1» и 3БМ-70 «Вакуум-2» из «Вольфрама» и «Обедненного урана», длина которых составляет 900 мм. Согласно данным издания, их скорость составляет 2 км с ЛЕШС и на этом расстоянии пуля может пробивать броню толщиной 900 тысяч мм, обладая энергией 15 мегаджоулей. Автор статьи пришел к выводу, что если эта информация верна, то российский танковый снаряд на средней дальности будет с высокой степенью надежности поражать западные танки. Речь идет об американских боевых машинах «Абрамс», немецких «Леопард-2» и британских «Челленджер-2». Лобовая броня этих танков примерно соответствует 800 мм гомогенной катаной броне. Пушку 2А82 планировалось установить на российские танки Т-72 и Т-90, однако эти данные так и не нашли подтверждения, добавляет издание. Новое орудие решили установить на танки Т-14 «Армата», но этих машин все еще мало в действующих войсках, уточняет. В качестве доказательства своих слов издание ссылается на российского военного блогера Алексея Хлопотова, который пишет, что изначально для оснащения досерийных Т-14 было закуплено 13 орудий 2А82. М1 еще 24 закупили в декабре 2017 года, благодаря чему удалось создать один батальон Т-14 в количестве 36 машин. Американский журнал напоминает, что в 2017 году российские военные СМИ сообщали, что орудием 2А82 планировалось оборудовать модернизированный танк Т-90. Однако, по мнению Хлопотова, пушка не будет установлена даже на создаваемом танке Т-90М, поскольку российская промышленность не в состоянии производить это орудие.